На рубеже 80-х у наших ВВС не было фронтового истребителя, отвечавшего требованиям тех дней. Отставание от американцев было существенным. Долгих 4 года нам нечего было противопоставить отличному американскому истребителю F-16. Но МиГ-29 стоило подождать. Новый советский истребитель сразу же стал чемпионом в своем классе. Новый советский истребитель. В 1971 году КБ имени Микояна начинает разрабатывать принципиально новый тип легкого фронтового истребителя, предназначенного для завоевания превосходства в воздухе. Самолет должен был стать достойным противником своего американского оппонента, истребителя F-16, уже выпускавшегося в США. СССР серьезно отставал от стран Запада в области электроники. Из-за большого веса отечественной интеллектуальной начинки нашим конструкторам приходилось жертвовать летными характеристиками самолетов. Тем не менее, МиГ-29 стал одним из лучших в своем классе реактивных истребителей четвертого поколения. Для 29-го была выбрана интегральная компоновка. Крыло и фюзеляж представляют единое целое. В конструкции использованы алюминиево-литиевые сплавы и применен углепластик. Основные воздухозаборники самолета расположены низко, и на взлете или при посадке в них могут попасть камни или гравий. Поэтому конструкторы применили интересные решения. На верхней поверхности крыла сделали дополнительные воздухозаборники. Во время запуска двигателей, руления, взлета и посадки работают именно они. Основные в этот момент закрываются заслонками. МиГ-29 стал воплощением лучших инженерных решений своего времени. Одной из них – радиолокационная станция, позволяющая обнаруживать воздушные цели, в том числе и низколетящие на больших дистанциях. Радиолокационная станция – глаза любого самолета. В дополнение к ней, на МиГ-29 впервые в мире установили комбинированную оптико-лазерную систему. Она позволяет истребителю, не включая радара, скрытно выйти на рубеж атаки. Кабина МиГ-29 оснащена системой отображения информации на фоне лобового стекла и нашлемной системой цели указания «Щель». Пилоту достаточно взглянуть на цель, и она тут же будет взята под прицел электроникой боевых ракет. 29-й говорит со своим пилотом женским голосом. Речевой информатор летчики прозвали «Рита». Эта бдительная особа предупреждает об опасном режиме полета или угрозе со стороны противника. Катапульта МиГа устроена так, что пилот может спастись, даже покинув машину на нулевой высоте. Первый полет МиГ-29 состоялся 6 октября 1977 года. В начале 80-х новые МиГи начали поступать в строевые части ВВС, заменяя устаревшие МиГ-21 и МиГ-23 ранних серий. 29-е произвели в войсках фурор своими пилотажными возможностями. За право летать на них многие летчики жертвовали престижными должностями, высокими окладами, покидали насиженные места в гарнизонах. Этот самолет понравился мне с самого начала. И как показала современная жизнь, МиГ-29 оказался одним из самых живучих самолетов в нашей стране. Он легок в управлении, является идеальным самолетом для обучения курсантов в военных училищ истребительных, и также переучивания летного состава с других типов самолетов. Летаю на МиГ-29 15 лет. За это время он стал для меня родным. И я считаю, что лучшего самолета МиГ-29 в нашей современности пока еще нет. МиГ-29 становится мировым лидером среди истребителей своего класса. По эффективности в ближнем маневренном воздушном бою он превосходил основных соперников – американские истребители F-15A и F-16A. МиГ-29 с самого начала получил ракеты как малой, так и средней дальности, с тепловыми и радиолокационными головками самонаведения. Интересно, что американские легкие истребители F-16, самолет с которым принято сравнивать МиГ-29, получил ракеты средней дальности всего лишь несколько лет назад. Помимо ракет в комплекс вооружений МиГ-29 входит очень эффективная скорострельная 30-мм пушка. Зарубежные специалисты впервые смогли оценить достоинство 29-го на авиационном салоне в английском Фарнбуро. Самолет продемонстрировал столь высокий уровень управляемости, что было очевидно, что маневренный бой МиГ-29 с любым противником может закончиться только в его пользу. Тяга двигателя МиГ-29 превышает вес самолета. Это значит, что истребитель может просто стоять на хвосте и даже начать набирать высоту с ускорением. Впервые военный реактивный самолет выполнил фигуру высшего пилотажа «Колокол», доступную раньше только спортивным самолетам. Специалисты по достоинству оценили и эффектный внешний вид машины с лебединой шеей. Мировая пресса была единодушна в оценках. Русский МиГ-29 украл этот салон у всех авиационных фирм. Впрочем, у МиГ-29 имелись и недостатки. Не слишком экономичные и долговечные двигатели. Меньший по сравнению с F-16 боевой радиус действия. К тому же самолеты ранних серий не могли эффективно атаковать наземные цели. Помимо советских ВВС, 29-й начали поступать на вооружение армий братских и развивающихся стран. В марте 1988 года первые новые МиГи получили и ВВС ГДР. После объединения двух Германий 24 самолета достались Люфтваффе. Немецкие летчики, ранее пилотировавшие «Фантомы», «Торнадо» и «Старфайтеры», пересели на российские истребители и тут же, что называется, почувствовали разницу. Мечта любого пилота. Немцы называли МиГ-29 именно так. К началу 1990-х годов МиГ-29 стал одним из самых массовых истребителей четвертого поколения. Он уступал по тиражу лишь американскому F-16, серийное производство которого началось на несколько лет раньше. Сегодня 29-й стоит на вооружении 27 стран. МиГ-29 создавался с расчетом на долгую перспективу. В конструкцию самолета были заложены большие возможности по модернизации. Сегодня появились новые модификации МиГ-29. История истребителя продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok